Здесь была сыноматка беременная. Мы зарезали, вынули 14 штук маленьких поросяток. Ну, выкинули. Куда же их теперь девать? 19 июля вечером глава Машокского сельского поселения лично позвонил жителям деревень и сказал, убивайте или завтра их заберут. Екатерине Ермиловой пришлось зарезать 19 свиней. Говорит, выращивала их как собственных детей. Понесенные убытки оценивает не меньше, чем 250 тысяч рублей. Ведь заработок Екатерины основан на натуральном хозяйстве. У нее коза, курица, перепела и до недавнего времени были свиньи. Только так в селе можно прокормить семью из шести человек. Здесь, конечно, было море-лез. Мы на другой день любим все мясо, но мы даже не смогли его съесть в кусках. Женщина уверена, что в их судогодском районе никакой чумы нет. Диких кабанов, не то что мертвых, даже живых в местных лесах никогда не видели. Но когда узнали, что их поселение в зоне риска, меры все же приняли. В каждом доме положили коврик с хлоркой у входа. В лес ходить перестали, а чужих во двор не пускали. Правда, смысла в этих действиях люди не видели. Так здесь есть хоть один случай заражения? Нет, здесь нет. А смысл тогда? А смысл для того, чтобы заболевание не пошло дальше. Забой был где-то в 8 часов вечера. По поселке визжали поросята. Как визжали дети. Визжали, плакали. Из-за того, что либо мы режем маленький поросят, либо утром их отберут. Людям, которые лишились свиней, полагается компенсация. Но с ней в Судогодском районе полнейшая неразбериха. Глава поселения говорит, что никаких денег не будет. Ветеринарный инспектор утверждает обратное. За то, что они забили, мы не будем выплачивать. Вы не будете за это выплачивать? Да, мы сейчас будем выплачивать за отчуждение, что произвели. Когда изымали? Да. А когда они сами убивали, вообще никаких выплат не было? Нет. Мы им оплатим, зато мы будем изымать мясо, взвешивать и потом компенсировать деньгами. Внести ясность в ситуацию помог руководитель регионального Россельхознадзора. По его словам, у жителей этого района, который пока только в зоне Ринска, есть два варианта. Убить животных самим, сдать мясо на экспертизу и потом продать или отдать свинью на отчуждение, получив при этом компенсацию. До 100 рублей это поголовье свыше 100 килограмм, и до 40 килограмм будет 160 рублей выплачиваться. Поэтому разный вес, разный возраст будет по-разному оплачиваться тем людям, у которых прошло отчуждение. Получается, никаких выплат людям, которые убили животных по приказу местных чиновников, не полагается. И выгоднее дождаться отчуждения. А если вообще не отдавать свиней, на хозяев наложат штрафы. До полутора тысяч рублей. И на 150 тысяч оштрафуют за распространение смертельно опасной инфекции. Это в том случае, если свинья умрет от африканской чумы. И даже после этого многие жители уверены, что чума просто миф. Африканская чума пришла, так называемая, после переписи населения. Население у скотина. Переписи делаю у скотина, через три дня африканская чума. Интересно, большие подсобные хозяйства, где тысячи голов, их не трогают. У них зараза не поступает. Почему так? Якобы на крупных предприятиях высокая степень защиты. И вирус к ним попасть не может. Похоже, чиновники считают, что лучше убить несколько свиней и участников, чем истребить тысячи животных на предприятиях, которые являются поставщиками мяса на городские прилавки. И оставить бизнесменов без прибыли. О маленьких людях опять никто не думает. У меня четверо детей, хотели как-то в зиму, да, там все равно сейчас проще выращивать поросят, проще, в зиму, чтобы дети были, как говорится, не голодные. Мы купили газель в кредит, чтобы возить корм постоянно для этих поросят. Ну и кредит остался, поросят нету, 250 тысяч, мы не знаем, чем отдавать теперь. Влада Миткова, Александр Мажаров, Евгений Токарев, 6 канал.